Здравия желаю! Это восьмая часть серии о парке Патриот и выставке Рособарон Экспо. Объединенная авиастроительная корпорация создана 20 ноября 2006 года. Предприятие, входящее в структуру корпорации, производит самолеты таких всемирно известных брендов, как СУ, МИК, ИЛ, ТУ, ЯК, БЕ, а также новые Суперджет и МС-21. Компания РИФ презентовала автомобили военного назначения. В их число вошли Эскадрон 9903 и Торос 4901. Торос способен сбрасываться с воздуха на специальной платформе. Бронеавтомобиль предназначен для выполнения роли машины огневой поддержки. Помимо этого, он может вести разведку и транспортировать солдаты и грузы. Модель вмещает в себя экипаж из двух человек и десант до восьми солдат. Сверхлегкий эскадрон предназначен для оснащения разведывательных подразделений ВДВ. Он может разгоняться до скорости 150 км в час при массе не более трех тонн. В 2013 году в управление Объединенной авиастроительной корпорацией были переданы 9 авиаремонтных заводов. Новейшая разработка ОКБ Сухова – это легкий тактический самолет «Чекмейт» – первый однодвигательный легкий истребитель пятого поколения. Самолет – принципиально новый перспективный авиационный комплекс, обладающий уникальным сочетанием характеристик боевой и экономической эффективности. Одноместный МиГ-35 и двухместный МиГ-35Д – это многоцелевые истребители поколения 4.2+, представляющие собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К и МиГ-29М в направлении повышения боевой эффективности и универсальности. Научно-производственный центр «Эльенс» образован в 1993 году при кафедре «Вычислительная техника Московского института электронной техники». Наиболее значимыми достижениями «Эльенс» являются реализованные проекты по созданию цифровых вычислительных систем для многих известных отечественных боевых комплексов и систем среди которых ЗРПК «Тунгуска» – ее модификация, ЗРАК «Кортик», ЗРПК «Панцирь», Тор-М2, Оса-АКМ-1, ЗРК «Печора», ПГ-РК «Тополь», «Ярс», ОТРК «Искандер», КРХ-555, РЛС «Наземные разведки» «Фара», Кредо-М1, Аистенок «Соболятник», ПТРК «Метис», «Карнет», Артиллерийские системы 2С-19М2, МСТА, КОАЛИЦИЯ СВ, МАЛАХИТ, Вычислительные узлы для систем самолетов МИГ-31, СУ-30, Система защиты вертолетов от ПЗРК «Витебск», Президент-С, Система радиоэлектронной борьбы «Красуха-4», Автоматизированная зенитная установка ЗУ-23, Аппаратура для машин и химразведки «Водник РХМ», Системы контроля и диагностики узлов БТВТ, Бортовые и наземно-телеметрические системы по стандарту орбита ТМ. АО «ЭНИКС» с 1988 года ведет разработку беспилотных комплексов различного назначения. Был показан комплекс дистанционного наблюдения «Веер», предназначенный для круглосуточного ведения воздушной разведки. Также компания представила новинку семейства «Элерон» – БЛА «Элерон-7». Данный комплекс предназначается для круглосуточного ведения воздушной разведки в видимом и инфракрасном диапазонах и обеспечивает визуальные поиски и сопровождения объектов разведки в режиме реального времени. Новинка позволяет определять их точное местоположение с отображением на наземном пульте управления координата объекта с помощью GLONASS GPS. Кроме того, на стенде компании была продемонстрирована модернизированная воздушная платформа EO-8 с отечественными турбореактивными двигателями, что позволило увеличить скорость и продолжительность полета за счет сокращения массы летательного аппарата. Новинка способна имитировать маневрирующие цели, планирующие управляемые авиабомбы, крылатые ракеты, а также частично самолеты и вертолеты авиации. Беспилотник может выполнять такие маневры, как пикирование горка-змейка. Комплекс малоразмерной воздушной мишени EO-8M является эффективным средством имитации малоразмерных маневренных целей. Применение пульсирующего воздушно-реактивного двигателя в собственной разработке компании обеспечивает низкую стоимость и простоту эксплуатации мишени. Началом деятельности компания НПП «Радар ММС» является 17 января 1950 года, когда в составе завода номер 1075 было организовано ОКБ-275. Его задачей было доведение до серийного производства систем ближней навигации и слепой посадки самолетов, а также монтаж и наладка указанных радиосистем на гражданских и военных аэродромах СССР и зарубежных стран, куда поставлялись отечественные самолеты. В 1974 году это предприятие называлось «Ленинец». В период с 1953 по 1964 годы на предприятии разрабатывались автоматические УКВ-радиопеленгатор различного назначения, включая и радиопеленгатор спецназначения «Буссоль», который был размещен на всех гражданских военных аэродромах СССР, а также разработанный в 1955 году УКВ-радиопеленгатор АРП-6. ОСАТЕК представил на своем стенде новый встраиваемый компьютер ОРМК-М201, предназначенный для работы в составе автоматизированных систем управления различного назначения. ОСАТЕК также представил на выставке системы Compact PCI Serial в воздушном и кондуктивном исполнении, встраиваемые компьютеры Зацеп-М и Ginger 002 и процессорный модуль ВМЕ и Compact PCI. В компьютерах компании ОСАТЕК используются процессоры МЦСТ Эльбрус 1С+. Системы Compact PCI Serial позволяют создавать вычислительные кластеры, а также системы с применением графических модулей и применяемой на них технологии математических вычислений CUDA NVIDIA. Системы хранения данных с количеством SATA дисков до 96 штук. Многопортовые маршрутизаторы и коммутаторы. Сейчас граната пойдет на ветер. А мне перезарядить это? Да. Вот сейчас вас и траекторию прорисуют, как вы будете. Ага. Нет, смотрите. Я точку. М поедет, во-первых. Вы должны упражнения, упреждения делать на движение. Еще и иметь в виду, что граната пойдет на ветер, поэтому мы вообще вот так должны целиться. Ааа. Вот где-то 20 тысяч накуленных. Я желтую не вижу вообще. Ну. Ага, ага. Где-то сказывается шампанска. Да-да-да-да-да. Левее, левее, левее. Еще левее, левее. Еще левее. Да почему левее? Она же в ветер влево. Вот так вот. Левее она. Видите, куда пошла граната? Граната идет на ветер. На ветер, да? А ее доворачивается, да? Да. Она длинная. А еще разменяется. Поэтому... Вы видите, он вам нарисовал траекторию, как пошла граната. Вот синяя, куда вы целились? Видимо, на ремонт. На ветер. Да-да-да-да. Вот. А на сколько градусов надо? Вот у вас там кубики есть. Кубики есть. Ну это не тяжело вам объяснять. Ну сколько кубики? В демо-центре объединенной авиастроительной корпорации представлена мультимедийная экспозиция и линейка выпускаемых предприятий корпораций самолетов боевой, транспортной, стратегической и специальной авиации в виде моделей. Работающие в демо-центре интерактивные информационные панели позволяют посетителям познакомиться с характеристиками самолетов. Перечень разработок двойного назначения от МГТУ имени Бауна насчитывает целый список роботизированных систем, беспилотных транспортных средств, медицинских агрегатов и прочего. Особое внимание здесь уделяется арктическому направлению, которое является стратегическим. Большинство транспортных систем для работы в арктических условиях способно работать в беспилотном режиме. На стенде МГТУ имени Бауна показан подводный робот-кабелеукладчик, способный работать на глубине до двух километров. Там он может формировать траншею, укладывать кабели, а также имеет возможность эти кабели ремонтировать. Такой техники не создавалось никогда. Это огромная машина в 23 тонны с огромным спектром задач. Компания Steelsoft – крупнейший на российском рынке разработчик и производитель комплексных систем безопасности, специальной техники и беспилотных летательных аппаратов. Был презентован комплекс контроля прилегающей территории на основе беспилотного летательного аппарата «Альбатрос-П-2». Он предназначен для осуществления охраны периметра объекта, участков государственной границы, крупных промышленных предприятий и инфраструктурных объектов. Комплекс состоит из беспилотного летательного аппарата, оснащенного съемной полезной нагрузкой. БЛА представляет собой квадрокоптер неразборной конструкции с четырьмя несущими винтами и сменными модулями электропитания. Стартовый контейнер представляет собой стартово-посадочную площадку, обеспечивающую полностью автономную эксплуатацию БЛА. Федеральное государственное унитарное предприятие «Российские сети вещания и оповещения» Служба оповещения гражданской обороны в городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Основные направления деятельности РСВО – это строительство и эксплуатация разноуровневых систем оповещения, разработка и внедрение продуктов и услуг по обеспечению комплексной безопасности объектов, звукотехническое обслуживание важнейших государственных мероприятий, включая Парад Победы на Красной площади в Москве и Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В форуме приняли участие 115 государств. Четыре страны представили свои национальные экспозиции – это Белоруссия, Индия, Казахстан и Пакистан. Особенность форума – это совмещение с армейскими международными играми. Включение ряда конкурсов и игр в демонстрационную программу форума сделало ее еще более насыщенной и интересной и дает возможность специалистам и посетителям увидеть зарубежную бретентехнику. Армейские игры по количеству участников стали самыми массовыми. Общая численность команд превышала 7000 человек. Задействовано было 1100 единиц вооружения и военной техники. Многофункциональный огневой центр Парка Патриот позволил организовать демонстрацию возможностей образцов перспективного стрелкового вооружения. Хочу упомянуть и о ложке дегтя в этой бочке меда. Во вторник, 17 августа, за неделю до открытия форума в районе подмосковного аэродрома Кубинка во время тренировочного полета разбился военно-транспортный самолет Ил-112В. Первый полет Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года. И в этом полете при посадке отказал также правый двигатель ТВ-117СТ. Правда, воздушный винт зафлюгировался и самолет благополучно сел. 30 марта 2021 года Ил-112В совершил второй полет без замечаний. Однако, были устранены не все дефекты. Из 12 полетов восьми были замечания по правой силовой установке ТВ-117СТ, которая загорелась 17 августа. Ил-112В был заявлен в летной программе Макса, но руководители авиасалона сняли его с показа, поскольку там присутствовал президент России Владимир Путин. А самолет мог упасть и на Максе, и это был бы скандал на весь мир. Субтитры сделал DimaTorzok